Приветствую зрителей Батиного блога, необычная версия интервью с батей. Прошлая версия была в текстовом виде, она единственная, но мне показалось, что лучше делать всю эту подводку, все эти разговоры в видеоформате, потому что это более естественно получается. И на это интервью я пригласил своего хорошо знакомого Егора. Мне всегда нравились его мысли, нравилось его мировоззрение. И с момента рождения у него ребенка я понял, что у этого человека точно нужно будет со временем взять интервью, потому что он расскажет людям о схожих с моими мыслями мнения о родительстве, об отцовстве. Поэтому представляю своего гостя Егора. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы, чтобы он сам о себе рассказал, потому что когда расскажет ведущий, и это немного с произведя точки зрения получается, поэтому пусть он сам о себе расскажет. Меня зовут Егор. Я родился и вырос в городе Раменское. Ну, окончил школу, отучился в техникуме, сходил в армию. Ну, в принципе, все как у многих. Ну, на данный момент работаю в почтовой компании и в свободное от работы время решаю какие-то свои бытовые вопросы. Как-то веду здоровый образ жизни, не курю, не пью. И так как круг моих единомышленников состоит в основном из людей со схожими взглядами, мы с ними занимаемся общественной деятельностью. Проводим общественные мероприятия, там, наподобие масленицы, зимних купаний в проруби. Отмечаем 9 мая по-спортивному. Так же у меня есть многое придуманное увлечение, хобби. Делаю всякие разные поделки на основе кольчужного плетения. Ну, и в недавнем прошлом у меня в жизни случилось приятное обстоятельство. Вот стал отцом. Ну, это вот здорово, на самом деле, то, что многие считают, что у родителей, у отцов и матерей, сожди ребенка вообще нет времени, вообще нет ни на что, ни на увлечения, ничего. Вот Егор наглядный пример того, что все это ерунда, полная ерунда. Вы не ограничите себя вообще ни в чем. Вот, ты не дашь соврать. То есть, у тебя время хватает на все. То есть, и на работу, и на семью, и на увлечение, которое, в принципе, является продолжением тебя самого во всем. То есть, ты реализуешь себя в этом. И семья – это одна из реализаций самого себя. То есть, тут нет никаких камней и течений. Я там, на всякий случай, в описании этой видео будет ссылочка на группу Егор, как раз про кольчужное плетение. Там очень интересно, если даже не будете что-то покупать, просто посмотрите. Очень крутые вещи. Особенно солдатиков придурить. Мы идут посмотреть. Вот. Но, на самом деле, я хотел бы с тобой обсудить еще другой вопрос. Вот, ты вот говоришь о окружении, единомышленники. Вот просто у меня был такой пример недавно. Потому что у меня тоже друзья тут знакомые есть. И мы, как-то, собирались в футбол поиграть. Мы собрались поиграть. В зале было 20 человек. Вот 20 человек, и на 20 человек 20 мужиков почти 7 по 30 лет. И на 20 мужиков у нас 2 ребенка было. То есть, это какая-то катастрофа, на самом деле. Вот я хотел у тебя спросить, у твоих единомышленников, как с этим дела обстоят? В плане создания семьи. Ну, семьи, да. Семьи мы с тобой коснемся. Вот это вопрос как раз о том, что семья это не только... То есть, супружеская пара это не семья. Ну, вот я как раз хотел сделать такое уточнение, что, наверное, полноценная семья состоит все-таки из трех и более составляющих. Это мама, папа и дети. И замужество или женитьба, оно как таковое еще не создает семью. Оно создает какие-то предпосылки, наверное, для создания семьи. Вот. Поэтому, ну, и если брать моих друзей, знакомых, крупного общения, то, наверное, в плане создания большой крепкой семьи, те, кто создал, приумножил и сохранил ее, наверное, он не столь велик. Ну, вот все. ВИЧ такой, да. То есть, в принципе, там, основная идея того, что я делаю. Просто мне, до первого периода, мне хватало того, что я там, отец и дела, но мне захотелось общаться еще с другими людьми, находить точки соприкосновения во многих моментах, потому что мнение об отцовстве, в принципе, у нас в стране, как и такой моральный и этический образ человека в нашей стране. Не только в стране, вообще, в принципе, в мире современного, он вообще изменился. И, там, говорить о том, что, да, там, я там семьянин, меня все это устраивает, меня здорово с моей семьей, но тебя будут смотреть как на прокаженного, что, типа, а как же там жить, кайфовать и так далее. На самом деле, скручающая ситуация, потому что, чтобы именоваться семьей полноценно, ну, как люди там говорят, только мы с семьей на отдыхе, а там два человека на фотографии. Ну, какая это семья? То есть, если углубляться даже в этимологию слова, то есть, как там, вообще, семья, семь меня, как минимум, хотя бы один ребенок должен быть, в идеале, конечно, больше. Ну, вот тогда вопрос, а почему так происходит? Почему среди людей с общими взглядами, там, у нас у многих общего мировоззрения, почему получается такая ситуация? Ну, этот вопрос, он не так прост, наверное, относится к такому понятию, как система ценностей. И в ту систему ценностей, которая прививает современный мир, наверное, не вписывается большая крепкая семья. Ну, это очевидно, просто даже интересно, а что за система ценностей такая у людей, которые, там, сознательно идут за акс, женятся, там, отношения заводят. Зачем они вообще женятся? Для чего? Ну, можно же дальше жить, там. Ну, они не рожают людей. Ну, для чего? Просто непонятно, что за система ценностей. Ну, на самом деле, в наше время, человеку, желающему создать настоящую, крепкую и здоровую семью, на самом деле, не просто найти такого же человека с подобными взглядами. Так как современная пропаганда изо всех щелей прививает в обществе мысли такие наподобие «Дети – это абуза», «Надо пожить ради себя», «Надо гуляться», «Рожать – это больно», там, ну, и всякие другие подобные. И взамен, как бы, дает этим людям кучу массы развлечений и забав, всякого разного толка, не всегда каких-то полезных, а даже и вредных. Вот. В результате чего у людей развивается эгоизм, лень и страх перед созданием семьи, наверное. Ну, да, вот эти разговоры, жить там, ради себя, ну, вот, честно, ты рожаешь ребенка, ты же делаешь это ради себя, создаешь семью, ты делаешь это ради себя, то есть, ну, где вот эти отличия, почему так происходит, на самом деле, тоже мне вообще не очень понятно. Ну, как пример этого вот можно привести, когда, ну, так сказать, пара, да, которая, там, пошла в ЗАГС, ну, вступила в бракоотношения, да, вот, меняет своих нерожденных детей, там, на новую машину, на постоянные какие-то поездки, на отдых, там, вот, на клубы, тусовки и даже спортивные тренировки есть и такие, как бы, случаи, вот, которые все прям уходят в спорт, все, там, при этом при всем вся вот эта их деятельность, да, там, вот, она очень широко выставляется в социальных сетях, вот, что, типа, вот, смотри, какой я успешный, там, я, вот, и на Кипр съездил, и сотку пожал, там, ну, и, ну, и так далее, вот, и там, в погоне за какими-то лайками, которые, наверное, и приносят какое-то временное моральное утешение и создает у человека иллюзию его успешности. Наверное, как-то так. Согласен, да, потому что, ну, очень необычно, когда смотреть на людей, которые даже, там, крайне патриотичным взглядом, скажем так, которые, у которых самих нет детей, которые непонятно для чего преследуют этот патриотизм, и, ну, на самом деле, такая тупиковая фельд развития, когда ты все делаешь для себя, потому что, ну, ты вкладываешь в себя, и ты на выходе ничего не получишь. Ну, да, ты, ты хоть, если пробежишь 500 километров, побываешь везде на земном шаре, если тебе некому это будет сказать, то ты так и умрешь своими достижениями этими, не передав это. Также есть такой момент, что в современной информационной среде нету примеров большой и крепкой семьи. Вот, почему-то все делается так, что оно не показывается и выставляется это как немодное, несовременное какое-то занятие. То есть, если у тебя большая семья, то ты какой-то не от мира всего. Просто как-то так получается, вот, вроде люди выросли, у всех своя голова на плечах, но все же ведут себя как-то по-одинаковому. И как будто по дуновению чьей-то волшебной палочки высказывают одни и те же мнения по поводу семьи. Там, надо нагуляться, прям, ну, все, все стандартно. Вот, когда общаешься, вот, с каким-то человеком, вот, у него спросишь, а какие у тебя мысли по поводу семьи, что ты думаешь, там, какие планы строишь. Вот, все стандартно. Надо нагуляться, дети – это обуза, есть много времени, и все одинаково. А вроде своя голова на плечах, и вроде человек не глупый, и сам ей думает, а по факту получается, что не так. Ну, так и есть, да, потому что у многих людей, там, даже знакомых, ты, ну, и совершенно с ними общаешься на тему, там, рождение детей, я, которые уже много лет, там, в браке стоишь. У всех планы, там, надо это сделать, надо это купить, надо это выкупить. И дела, ну, окей, ладно, ты, ну, ты будешь это приобретать, ты будешь это делать, ну, ты-то вообще не бесконечный, там, да. Да, в ближайшее время с тобой, может, что-то случится, там, с кем-то еще, может, что-то делать. И получается, самое важное и главное дело твоей жизни, оно, оно постоянно где-то на обочину или закинуто на самую дальнюю пыльную полку. Конечно, да. Хотя, это дело, которое надо, вот, именно ставить целью, сделать его первым. Ну, да, согласен, потому что это не то дело, которое действительно требует каких-то временных рамок. Это не то, что там надо ковать жилетку горячую, это просто естественный процесс, то есть, на самом деле, нет ничего естественного, на самом деле, как рождение ребенка и продолжение рода. Вот мы с тобой тоже общались, это же, ну, настоящая машина времени, то есть, ты, там, ты родил ребенка, ты смотришь в прошлое и видишь, какой ты был маленьким. Это круто. И при этом ты глазами своего ребенка и его потомков будешь смотреть в будущее, и ты, и они, с этими глазами будут видеть, что будет произойти там через 100, через 200 лет твои потомки. Ну, ну, всех, кто там не думает о создании машины времени, вот же она, вот это машина времени. В конце концов, просто банальная вещь, здесь же должен после нас кто-то остаться. Естественно, да, да, согласен, потому что это, вот, да, согласен, даже в условиях России точно это, можно сказать. Что мы пожили, а после нас трава не, не, просто вот, ну, я для себя беру такие примеры, вот, сейчас все это преподносится, как очень сложно, там, ипотеку взять надо, и столько всего надо сделать, и только вот потом, там, дети и так далее. Вот, а меня примером, как бы, является, вот, ну, в истории, там, нашего народа были такие периоды, ну, очень страшные, да, там, революция, красный террор, вторая мировая война, там, и так далее. И все равно, несмотря на все вот эти вот серьезные и сложные обстоятельства, люди рожали детей, и ни по одному, ни по два, и там, и от голода страдали, и семьи были большие, там, по 8, по 10 детей. И, 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 благодаря таким действиям мы вообще сейчас здесь. Ну, так и есть, да. Вот, а тут у нас сейчас мы, по факту, если сравнить с теми событиями, живем в шоколаде, и еще почему-то плачем, что это для нас сложно, невозможно, что я не смогу сходить, там, в Бургер Кинг, или слетать в Турцию, там, либо еще чего-то, из-за того, что я заведу одного ребенка. Ну, да, и такая подмена, на самом деле, состояния счастья, естественно, да, и состояние, пропало это состояние естественного счастья, то есть, его заменили вот этим... Семинутные погвания. Да, центр наслаждения насытили вот этими ненужными совершенно вещами, а вот, как ты правильно заметил, в самые трудные времена демографический бум наблюдался, вот особенно после Второй мировой войны, когда такие жертвы были страной принесены, произошел демографический бум, люди рожали, потому что, что, как ни дети, лучше утешение, там, в действительно сложной ситуации, пучок энергии, который, там, способен заставить тебя совершать многие вещи, потому что, откровенно говоря, там, первый ребенок, мы не совсем, там, в уютных, условно, экономических ситуациях рожали в своей семье, но это нам бы, это такой стимул дало, то есть, вспоминайте времена, действительно, у тебя нет права там на ошибку просто, то есть, ты сознаешь себя, ну, как, не то, что прям супер поменялся, ты сознаешь себя вообще другим человеком, то есть, условно, тем же самым, но, у тебя сил больше, и, в главную очередь, типа, моральный стимул, стимул появляется, гигантский, и все, и ты идешь вперед просто, напролом, сквозь на все преграды, идешь напролом, вот, по этому факту, я хотел тебя спросить, насколько ты вот изменился, по сравнению с тем, как у тебя не было ребенка, как родился твой сынок, потому что, сам популярный вопрос, который я слышал, когда я родился с сыном, ну, чего изменилось, я, в смысле, а что, а что, а что должно было поменяться, ну, что в твоей жизни, ну, во мне-то вообще ничего не изменилось, то есть, это тот сценарий, по которому я, в принципе, шел с той сознательной жизнью, то есть, как-то так, как у тебя в этом плане обстоит? Ну, если касается конкретно моего поведения, то, наверное, как говорится, со стороны виднее, и, наверное, это лучше спросить у моего, мои супруги, либо у моих друзей, ну, как бы так вот, ну, я не могу дать оценку, ну, своим изменениям в поведении, вот, а по поводу, вот, чего-то внутреннего, то, наверное, рождение ребенка для меня стало каким-то очень сильным, мощным, стильным, сказать, быть, вот, что, что я имею в виду, как бы, понятно, что от воспитания, которые родители дадут ребенку, зависит то, каким человек вырастет и какими чертами, характерами себя она питает, вот, есть такое, такая фраза, наверное, не воспитывай ребенка, он все равно будет делать, как ты, воспитывай себя, вот, и исходя из этой фразы, если я хочу, чтобы мой, чтобы мой, чтобы мой, чтобы мой ребенок вырос какой-то качественной личностью, то я должен прилагать усилия к себе и становиться лучше во всех отношениях, чтобы своим примером передать ребенку какие-то, какие-то правильные мысли и черты поведения, до которых я смог найти в этой жизни. Нет, в этом плане я с тобой абсолютно согласен, особенно, каждый говор про пример, потому что, когда многие родители все удивляются, того, что ты вырос такой, ну, вы сами подумайте, в кого вырос. Если у него не было примера для подражания, если он не видел своих там родителей. Либо были плохие примеры для подражания. И самое плохое, если он не увидел, не увидел своих родителей пример для подражания, вот это хуже всего, то есть, это, знаешь, я всегда рассуждал, мне очень нравятся ситуации, когда курящие родители запрещают своим детям курить. Вот это для меня всегда был нонсенс. У детей, наверное, там какой-то диссонанс просто, непонимание, и они ждут того периода, когда же я, наконец, вырасту и буду делать как право. Конечно, это же, вот, это и есть, родители искусственно создают ему стимул закурить. Они говорят, что это нельзя, но взрослым можно. И такой обвал стен детства происходит, что в детстве неинтересно, в детстве курить нельзя. Вот взрослым можно и пить можно, а в детстве нельзя. И дело не в том, что курит или пьет, а дело в том, что так делают родители. Поэтому я тоже так хочу делать. Вот именно, да, то есть, это и есть пример, согласен. На этом фоне у тебя насколько изменился круг общения, потому что я сравниваю не то, что я там в какой-то изоляции оказался, то есть и не я никого не изолирую. Просто так получилось, что я по большому счету, но и тоже, естественно, я общаюсь с семьями, у которых есть дети, и очень редко с кем-то общаюсь, с кем вижу, с кого нет детей. И есть друзья, которые по два года в гости не заходят, хотя обещают, там, сами просят прийти в гости, пригласи нас, пригласи, ты их приглашаешь, никто не приходит. И мне, ну не то, что это меня это расстраивает, меня это удивляет. И, естественно, то круг общения у меня, можно сказать, сменился. То есть, вот я оказался в своем мерке, и, в принципе, я тебе очень доволен. У тебя насколько круг общения поменялся? Нет, ну у меня круг общения, ну, рождение ребенка, вернее, оказало не такое влияние на круг общения. В принципе, ну, все те мои друзья, которых я могу этим словом назвать, потому что это тоже такая, ну, ты не каждому скажешь «друг». Вот, в принципе, все осталось по-старому, даже наоборот. Мамечка, 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 мамечка. Скорее всего, я, наверное, больше ушел в семью, как бы, и перестал, ну, не то, что перестал, а больше внимания стал уделять семье, там, да, там, ну, потому что первый ребенок, пока еще ты ничего не знаешь, ну, вот, то есть, ну, учишься, как бы, сам, фактически. Вот, поэтому, друзья также, в принципе, приходят, мы с ними встречаемся, видимся, вот. Ну, не такое сильное, как бы, оказалось. Ну, знаешь, у меня больше получился, знаешь, такой, типа, разница в том, что был обильный круг общения, и он редко слился до определенного количества. И это даже круто, ты правильно сказал, что ты не всех, кто другая, есть определенные люди, которые, ты можешь даже не редко видеться, но связь у вас все равно будет. Ну, да. Да, да, совершенно верно. Какие внутренние изменения еще происходят с человеком, ну, по крайней мере, со мной, да? Да, дети подавляют такую черту характера, как эгоизм. Вот, и человек начинает уже мыслить не только ради себя, а как минимум для ребенка и для своей семьи. А так как дети будут жить в будущем, то, ну, по крайней мере, я еще и думаю о будущем, в котором будут жить мои дети. То есть, мне хочется прилагать какие-то усилия и менять мир к лучшему, смотря на тот бардак, который везде и всюду происходит. Вот, это правильно, потому что есть даже какие-то мелкие ситуации, там, на улице или бытовые, и тогда дети смотрят реакцию своих родителей на какие-то моменты, они их и будут с ним брать пример. И это такие проводники. То есть, если дело доброе дело, то ребенок это проводник этого доброго дела. То есть, ты множишь это доброе дело. Самое банальное даже, что ты там бабушку через дорогу перевел или там уступил место в общественном транспорте, потому что не бывает больших и маленьких добрых дел. Если ты сделал доброе дело, оно не имеет размера. Ты его сделал, и твой женский... Оно уже есть, оно в истории, хоть его не показали по ТНТ, но оно есть. Да, и самое главное, он запечатлелся у тебя в голове ребенка, и это самое главное. Если он смог это воспринять правильно, это идеально. Я считаю, что идеально так и должно быть на самом деле. Но вот у меня еще один интересный вопрос, который лично для меня имел очень принципиальное значение, потому что были такие жесткие терки, я по поводу имени говорю ребенка. Насколько важно для тебя имя ребенка, и с каким посылом, в принципе, человек должен подходить к этому вопросу? У нас тоже были такие серьезные споры по поводу имени. Мое мнение, то, что имя, оно влияет все-таки на путь человека, и как можно так сказать, как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Сейчас, наверное, имя стало тоже какой-то забавой, как только и не называют детей, и, блин, там, как бы цепляют отовсюду какие-то имена. Вот я придерживаюсь такого мнения, то, что как бы не пытались выставить обстоятельства, по телевизору мы живем все-таки в стране, в России, в которой держава, образующий народ, это русский, и как бы получается, хочешь не хочешь, в нашем менталитете отголоски русской культуры все-таки еще в значительной степени. Вот, и поэтому я как-то сторонник таких русских, славянских имен, которые понятны, доходчивы и отражают путь. Вот, и если назвать ребенка в честь, там, какого-то хорошего человека, нашего соотечественника, который жил в прошлом, то я считаю, что это станет для него каким-то определенным стимулом по этому имя, это вещь такая сакральная, наверное. Я тоже об этом думал, там, с учетом того, что сына зовут Пересвет, я всегда понимал, что, возможно, это неправильно, но я понимал, что я вам даю какую-то определенную планку, и у него в голове должно раздаться, что, типа, мой поступок недостоин, например, да, того имени, в честь кого я назвал. Вот, и при этом я хотел, ну, людям даже, там, хотел сказать, что всегда имя, оно раньше даже имело значение, то есть ты называешь ребенка, оно какое значение имеет. Отражает характер, отражает путь. Ты ему задаешь, да, от этого угла. Для многих это мило, знаешь, когда люди говорят, ну, я с третьего класса хотел назвать просто, ребят, так вот. А, ну, а почему у вас смысл? А ты знаешь, что это имя значит? И, ну, люди нету вот этого понятия. Там просто гласные красиво стоят, и это звучит красиво. Этого достаточно. Но нету смысла. Есть красивая обвертка, но нету смысла, как и во многом, что сейчас происходит. Конечно, да. И вот абсолютно согласен насчет культурных ценств, да, мы живем в России, и это круто сохранять, это идентичность, и не терять ее. То есть мир ждет, в принципе, по пути мультикультурализма, и втираются все границы, а это не очень здорово. Намного интересней жить в мире, где много народов, которые общаются между собой и перенимают друг у друга что-то. А когда происходит смешение, это такой хаос. Не, кто бы что ни говорил, из хаоса народов точно ничего хорошего не получили. Согласен, да. Вот это так и получается, да. Ну, вот по поводу, да, так можно сказать, что, ну вот, мы как бы дожили, да, там, что как бы стесняемся называть своих детей нашими родными именами. Вот, допустим, там, Пересвет, там, Святослав. Да, да, Святослав, да. Оно сейчас как-то так дико звучит, скажет, ой, вы портите жизнь ребенку, что же вы творите. Ну, такие мнения тоже. И они, как правило, тоже все какие-то стандартные. Вот, но я, допустим, как пример, я учился в школе, и наша учительница по истории, она назвала своего сына, ну, или там, как бы родителей, Ярославом. В то время это была такая дикость, его там, фу, что за имя и так далее. Ну, прошло какое-то время, сейчас это слово, это имя, оно встречается много где, оно считается таким уже обыденным, нормальным. И здесь, я считаю, главное начать это делать. Я не вижу в этом ничего зазорного. У своего сына просто классное имя. Красиво. Я не знаю. Ну, вот, это русский богатырь, который в какой-то перелом, в какой-то определенный момент оказал сильное влияние на ход истории. Ну, вот я именно этим тоже, да, руководствую. Ну, значимая фигура, значимый человек. Ему нечем будет, не за чем его стыдиться, что ли, так сказать. То есть, это оно, оно наполнено смыслом и сопряжено с историей. Ну, вот о чем речь. Причем, ну, хотелось просто напомнить люди, которые там утверждают, называют простым именем. И, а каким? Миша, Леша, там, Саша. И им, ну, невдомек, что когда началась мода найти имена в те далекие годы, это тоже было для людей шоком, когда называли, когда все жили там вот-вот, с славянскими именами и приходили греческие, там, еврейские имена, для них это шоком тоже было. А сейчас это обыденность. И просто жить, даже в этом понять, с клише таким, тоже неправильно. То есть, я согласен тут, что он полнымяется. Ну, допустим, своего сына я стараюсь так и звать, Владислав. То есть, как бы, если со смыслом это объяснить Владившей славой, то есть, это не Владик, это не... Это вот я хотел сказать тоже, да. Это Владислав, это именно полное имя. Что для многих на это остается, как его зовут? Ну, Владик, а что это значит? Ну, Владик и Владик. А то, что его полный Владислав, и оно имеет сакральное значение, и тоже людям невдометно. То есть, имена, имена почему-то стали, это, знаешь, составная часть из букв просто. Из букв, красиво составленных букв, и чтобы звучало хорошо. Вот тогда и нехорошее. Не резало слово. Да, а когда вносит в него смысл, главное, что родителями вносит этот смысл сознательно, когда извне начинается разговор по этому поводу, это не очень правильно. Это тоже не очень правильно. Хотел тебе задать вопрос по поводу того, как ты ощущаешь себя отцом, что ты чувствуешь, когда берешь ребенка в свою руку, когда я в первый раз его взяла в руки. Потому что, вспоминая себя, я когда прикоснулся к нему, когда смотрел на него, на маленького, чувствовал, когда он дышит на меня. Я просто с ума сходил от избытка чувств самых позитивных. Мне чуть ли не до слез, просто на ровном месте. И я очень радовался, что на Восток сентиментальный стал, не передавая ощущения. Вот хотел спросить, насколько тебя затронуло отцом. Ну, когда приехал забирать супругу из его дома, было, скажу честно, довольно-таки волнительно, потому что первый раз с этим столкнулся. И понимаю, что это какой-то исторический момент в моей жизни. Ты не знаешь, как оно сейчас дальше пойдет. Вот. и вот как бы вижу на талии супруга идет с ребенком, открывается дверь, она выходит, передает мне дитя из большого, из такого свертка. На меня смотрят два таких маленьких глазика. Вот. Вот так вопросительно. И не знаю, вот в момент передачи во мне какой-то произошел, наверное, какой-то щелчок, такое какое-то переключение, какое-то естественное, то есть от него, ну, его нельзя было блокировать, от него как-то скрыться. Вот. И просто в мыслях, в голове возникла какая-то четкая уверенность у убеждения, которое говорило мне, типа, ну, вот все, шутки кончились, теперь ты обязан быть сильным, обязан быть успешным, ты не имеешь права на ошибку. Вот. Ты как-то взял частичку себя, как бы ее держишь, она еще пока маленькая, и ты обязан ее заботиться о ней, охранять, ну, потому что это обязательство берешь добровольно, не то, что там тебе то сказал, да, ты обязан делать, ты просто берешь и сам это понимаешь, то есть это не из нее, это вот внутри тебя сидит даже говорю, какое-то обычное природное, наверное, состояние, я как-то об этом сильно не размышлял до этого, то есть там оно просто взяло, появилось, и я теперь с этим живу, ну, я рад этому, это круто, да, я, в пример, такое ощущение для себя, даже, так, рассказывал, есть вещи, которые называются подвиги, да, ты видишь какую-то несправедливость, ты перебарываешь себя, это опасность, что-то с ним может случиться, у тебя нет переоценивания, какой-то ситуации, ты автоматом это делаешь, то есть словно ему грозит какая-то беда, ты идешь автоматом, не задумывается, ничего, исправляешь положение вещей, и избавляешь от беды, и, да, мне это очень нравилось ощущение, и до сих пор это нравится, потому что это стоит ощутить, и ты до сих пор это ощутил, это, ну, очень фигово, много потерял, на самом деле, и вот, мы, наверное, минут пять друг на друга вот так вот смотрели, смотрели, я ему как бы потом сказал, что ты родился на планете Земля, в стране Россия, в городе Москве, после этого, не знаю, ну, совпало, наверное, он так как-то как-то зевнул, так, ну, понятно, типа, спасибо за новость, там через минуту буквально уснул, ну, есть так как-то совпало, круто, ну, это круто, слушай, ну, еще по поводу каких-то внутренних состояний, когда выпадает возможность его укладывать спать, ну, я так как-то подобрал такое слово, выпадает, может, не потому, что мы там что-то ссоримся, ну, я там на работе, там, еще чего-то, вот, берешь его на руки и как бы и начинаешь рассказывать какой-нибудь стишок, я вот для этих целей выучил Бородянова и Лермонтова, песни о вещем Олеге, отрывки из Руслана и Людмилы, это вот из Пушкина, славяна Кючева, вот ему рассказываешь, он там, если даже перед этим капризничал, он так перестает капризничать, начинает внимательно слушать, так слушай, слушай, и потихонечку засыпает, вот, какие чувства в этот момент испытываешь, ну, наверное, чувства, что я сейчас, в данный момент, причастен, не побоюсь этого слова, строительства будущего человечества, наверное, то есть, вот этот маленький ребенок, частичка меня, это, собственно, тот самый человек, который после меня будет жить и созидать в этом мире, и я обязан вложить в него и передать все то лучшее, что я в этой жизни понял. Согласен. Знаешь, я еще рассуждал над мыслью, представляешь, сколько вот все восхищаются там, какие-то интересные людьми, героями там, разных сфер, гениями, художниками, артистами, различными литературными персонажами, обсуждаешь, людей великих не отбилось, и насколько бы человечество еще вперед шагнуло бы. Или испортилось течение жизни. Да, и это вообще несоизберимо. И, кстати, интересная вещь, ты про гладного ребенка сказал, я вообще не мог представить, что, я представлял, как я буду там, напивать ему даже, не мог себе представить. Нормально, это автоматно как-то получается, в порядке, не стесняйся, что-то там, напиваешься, все здорово, все круто. Вот на основе ты еще хотел тебя спросить, есть ли еще какие-то там отцовские советы, даже ты опыт, с которыми ты хотел бы определиться, что-то интересное в плане именно отношения родного и ведения семейного быта, какого-то отношения с ребенком. Ну, да, отношение семейного быта как-то, к сожалению, исторически вышло так, что наше поколение не особо научили отцовскому ремеслу, вообще семейному ремеслу, и так получается, что все приходится изучать самому, самим, на основе какой-то литературы, либо положительного опыта каких-то людей, которых знаешь, там, в интернете смотришь, но для меня, как пример и ориентир, это многодетные семьи, это где вот там по 8-10 детей, то есть я считаю, что именно эти люди, они что-то понимают в этом, иначе у них бы не было бы результата, поэтому на их мнение как-то стоит опираться, их слушать, вот как пример, вот на Кузбассе живет семья, там, у отца 13 детей, и сейчас, чтобы не соврать, там, где-то 120 внуков, вот, я считаю, это вообще подвигом. Был я про это, про деревни, потом еще продолжить, насчет того, что была обыденность, когда были деревни Филатовых, деревни Андреевых, ну, жить так, и между собой всех женились, умножилось количество людей просто нереальными темпами, это было все в норме. И было не так давно, 50-60 лет назад. рукой подать, и действительно ты прав, что нам не передали на самом деле то, что должны были передать в плане семейных отношений, как-то, все, все, самим приходили. Ориентиры, цели какие-то, их приходится сейчас самим себе ставить, вырабатывать. Да, по поводу, многодетности раньше, хотя это так и не называлось, это было нормально, да, вот я, допустим, как бы, по возможности путешествую, да, допустим, Суздаль, Коломна, Владимир, вот памятники Великой Отечественной войне, где есть речный огонь, и там, как правило, таблички жителей этого города, которые не вернулись из фронта, его прям как по алфавиту идет одна фамилия, 10 фамилий, то есть это по-любому семья, они все какие-то братья, ну, родственники, и фактически вот все эти таблички, вот они, они выглядят именно так, именно там из 15 фамилий, но очень большой список людей. Вот такая есть, да, это действительно было совершенно недавно, это было нормально, и действительно сейчас многая-то семья выглядит как белые вороны, да, а тогда было время, когда один-два ребенка в семье, это было очень странно, и уже на таких людей смотрели. Либо что-то со здоровьем у людей, а не какие-то больные, там. Да, я действительно очень жалко людей, у которых не может быть детей, и от этого еще больше непонимания в сторону тех, у которых могут быть дети, у которых дано это, и которые не используют этот дар в благих целях. Кто-то бы за этот дар много что отдал, и вот это, об этом надо думать, это надо ценить. Спасибо тебе, Егор, на самом деле, за это интервью, потому что я считаю такие общения, распространения таких идей, это нужное в наше время дело, и на самом деле хочется, чтобы любой, кто это посмотрит, сколько бы людей не видели, они пропитались этими идеями, этими мыслями, потому что их очень мало, и если хотя бы один человек возьмет от них что-то действительно нужное и изменится в своем миропонимании, хотя бы задуматься, это уже того стоило, и поэтому еще раз тебе спасибо, и хотел бы, чтобы ты сказал какие-то напутственные слова зрителям, которые будут смотреть. Можно я вместо напутственных слов выскажу свои мнения о таких стереотипах, о некоторых стереотипах? Это тоже как напутствие будет, и исходя из своего опыта, то есть там ребенок это очень дорого. Есть такой момент, просто сейчас мир завален всякой продукцией, да, то есть сейчас по факту получается так, что родители они покупают больше для себя. Маленький ребенок он на самом деле маленький ребенок он не нуждается в таком количестве вещей, особенно дорогих вещей, которые предоставляет нам сегодняшний маркетинг. Сейчас скажу, что я не ощутил какого-то финансового удара по своему кошельку за эти 10 месяцев отцовства. То есть хотя мы в основном покупали новые вещи там кроватка, комод, коляска, одежда, наверное я это вижу в том, что мы покупали именно по потребности и не давая волю своим личным хотелкам. Вот хочу вот это, хочу то, вот это как бы первый, там, второе ребенок это ужасные бессонные ночи. Бессонных и ужасных ночей как не было, так и нет в принципе. То есть да, порой приходится встать там поукачивать ребенка, чтобы он уснул, чтобы потом вспоминать это с каким-то ужасом, там, ой, мы там пережили, там, зубки, либо еще чего-то, нет, такого не было и нет, и наоборот это вспоминаешь как-то приятно, тебе, ты участвовал, ты это делал, но никто вместо тебя, вот, ну, и вообще все, все, что вот это вот такое, какая-то чернуха на семейную жизнь, вот, которая льется, ее вообще не было, ее, как бы, нету. Поэтому пожелаю, наверное, всем зрителям веселых улыбок своих собственных детей, вот, и, наверное, мы здесь и сейчас решаем чьи дети будут ходить по нашей родной земле. Наверное, так. Хватит жить стереотиками. Все, пока. Счастливо.